Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Нелли Барташ. Ну, конечно, как и мои соратники, сегодня о чём пойдёт речь? Кто помнит, какое число 21 апреля? Вот уверена, что мало кто скажет. 21 апреля – день рождения Гитлера. Трагическая, не трагическая, а фигура, которая вызвала страшную трагедию в человечестве, в Европе, в мире. И, конечно, фашизм – это такая зараза, которая никогда, наверное, не пройдёт, и которая будет всегда параллельно находиться с силами добра, с общечеловеческим гуманизмом. К сожалению, мы продолжаем с этим сталкиваться. Вот у нас недавно, не недавно, а на днях происходило вообще такое событие. Мы написали пост, то есть, в частности, написала я этот пост. Я случайно, потому что… Под псевдонимом? Под псевдонимом Ёлка Солнышкина. А почему ты написала его под псевдонимом? Ну, потому что у меня много псевдонимов. Я пишу в газетах, я пишу в журналах, то есть, это не возбраняется. Но ты не прячешься, что ты есть Ёлка Солнышка? Конечно, нет. Меня знают многие. Я была под этим аккаунтом и под своим именем, то есть, меня блокируют часто. В общем-то, у меня нет страхов, я не боюсь ничего. Я говорю, как правило, правду, и что, правду вообще никто не боится. Это лжи, лжи боятся. А почему ты выбрала себе псевдоним? Вот, например, меня заблокировали, и я зарегистрировала аккаунт не Игоря Колдария, а Колдария Игорь. Не знаю, ну, во-первых, я человек творческий, я художник, я рисую, я пишу. Ну, мне понравилось название Ёлка Солнышкина. Солнышкин от солнца, Ёлка от того, что колючая, колючая солнышко, короче. Так я, может быть, себя на тот момент чувствовала. Ну, это, конечно, тоже мы отвлеклись. Но вообще, в общем-то, мой аккаунт включается тем, что мне очень часто пишут люди, которых что-то беспокоит. Кто-то не может выразить мысли, кто-то их выражает, но эти мысли не замечают. Соответственно, в общем-то, половина моих постов, причем резонансных, они основаны на том, что кого-то что-то беспокоит. Ко мне обратилось сразу несколько человек в личку, в общем-то, с претензиями, что как вот можно у нас в городе собирает фашист деньги на ветеранов. Это же опасно, это почему люди такие глупые, почему они фашисту сдают деньги для того, чтобы поздравлять ветеранов. И какое назначение у этих денег будет? То есть не придет ли этот фашист? Это, конечно, не звучит как обвинение, а это звучит как опасение. Если человек призывал убивать тех, кто, в принципе, разделяет идеи этих же ветеранов, тех, кто продолжает то, за что боролись ветераны, то есть борьбу против фашизма. Если в публичном пространстве призывали убивать, сжигать людей, то, соответственно, как человек, который это призывал, что он будет делать, когда он попадет к ветерану? Какой он даст наказ той группе, в которой он собирает деньги? Что, унизить ветерана, снять его и показать в каком-нибудь неприглядном виде? Или потом на весь мир выставить фотографии или видео? А, смейтесь над ними, вот они наши ветераны, в каких условиях? Ведь так могло произойти. И я не уверена, что бы не произошло. И после того, когда у меня в личку перевалило за человек 15, наверное, то есть таких сообщений, я уже все-таки решила, думаю, дай посмотрю, что там происходит. Да, действительно, мне скинули ссылку на эту группу и обстрелил, да, правда. То есть господин Багас, вот такой парень классный, вообще не запятнанный ничем, собирает деньги, люди сдавайте, народ активно участвует, поддерживает. Ну, господа, так не должно быть. Он хитрее всех и собирает деньги для тех, кто воевал на стороне фашистов, в зондеркомандах, в войсках СС, и там где-нибудь в Литве есть еще живые эти подонки, и им принести подарок, в виде утешительного приза. А я думаю, что не только так могло бы быть, если учитывать все его высказывания, всю его активность, то вполне возможно, что у него была идея сформировать на редкость циничное использование этих денег, да, и таким образом. Может быть, потом эти бандерцы, с которыми он тесно сотрудничал, с которым он не скрывал публичной переписки, с которыми вместе он унижал любого, кто у него пытался опровергнуть его или поспорить на эту тему, что это неправильно. Конечно, я думаю, что мы, я бы не удивилась, если бы там через полгода, или через месяц, или через два, где-то на сайте бандеровцев, были бы наши ветераны в каком-нибудь уничтожительном состоянии. И на фоне этого за деньги наших граждан, да, награждались бы оставшиеся ветераны СС, например, или ветераны АТО, или какие-нибудь фашисты, или какие-нибудь деструктивные силы. То есть вполне может быть. То есть за это и беспокоились люди. И у меня вот, учитывая, что пост вызвал резонанс, выраженный резонанс, да, и как вот и говорила Татьяна, я лично не ожидала, что наше общество всё-таки настолько здоровое. Потому что то, что мы наблюдали с нашей группой, нас очень удивило. Я хочу сказать спасибо большое тем, кто понял, тем, кто осознал, какую опасность несут такие люди в нашем обществе. Потому что город без маршруток, ну, во-первых, это популярная группа. Она, да, действительно, у неё как бы неплохая репутация. Но, как мы знаем, то есть мы, если мы вспомним, вот я говорила сейчас, что день рождения Гитлера было, да, мы смотрели, есть известная фотография, где там зигует огромная толпа народу, там, наверное, десятки тысяч, если там не сотня тысяч. Никто против, там не выступал, был всего лишь один человек. А знаете почему? Потому что, я думаю, не думали, что его идеи несут за собой что-то страшное. Я не думаю, что все те, кто зиговал, кто верил этому Гитлеру, я не думала, что каждый себе, каждый себе там... Сейчас говоришь о 1937-1939 годах. Да, 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 да. Что они предполагали, что вслед за их одобрением, вслед за их зигованием будут умерщвлены миллионы жителей, миллионы людей. Я не думаю, что эти люди, которые зиговали, они предполагали, что они зигуют за то, чтобы людей сжигать, за то, чтобы их мучить, за то, чтобы страны уничтожали, за то, чтобы города стирались с земли. Ведь это очень серьезная вещь. Мы вот... Часть людей поняла, часть людей поддержала, часть людей возмутилась. А ведь были такие, которые говорили, да что вы говорите... Вот даже господин Волошин, да какая разница, кто такой Багас? Лишь бы деньги давал. Да, деньги не пахнут. Лишь бы деньги давал. Возможно. Но я не знаю, если бы, если ветеран был бы в здравом уме, в здравой памяти, принял ли он эти деньги из рук Багаса, который призывал убивать русских, потому что русских, русскоязычных, тех, кто воевал на территории Советского Союза. Вот подумайте, вот вы сдаете эти деньги. Вы подумайте, вот пришел Багас со свастикой у себя на майке и вручает ветерану подарок. Как вы считаете, вы этим не унижаете человека, который воевал за наше будущее? Я думаю, унижаем, конечно. Подожди, а может Багас настолько сильно хочет попасть во властные структуры или в примарию, что ему без разницы как пиарится? Конечно, ему без разницы как пиарится. Но ведь дело не в его без разницы. Есть какие-то нравственные нормы, есть какие-то нравственные критерии. Да, конечно, победителей там не судят, но смотря все-таки каких победителей. То есть определенным победителям, извините меня, потом их человечество осуждает. То есть Багас на данном этапе, да, конечно, он был коммунистом, он был там у Филата, он был, короче, как Колобок, он то там, то тут, то здесь. Слушай, а может быть другая ситуация? Вот, например, у Додона есть последователь фашиста Муссолини, некто Букарский. А Плохотнюк вот сидел и смотрел с завистью на вот эту парочку, Додон Букарский, у него текли слюнки, его мучило, вот как так у Додона такое есть, а у меня такого нету. Ну и вот тут появляется у Плохотнюка вот этот самый Багас или Багас, я не знаю, как. Ну, да, без разницы. И как бы все, и у Плохотнюка с фашизмом все хорошо, и свой мелкий фашист. Ну, я думаю, что в наше общество вообще позволило таким людям находиться где-то около власти. Позволило им выгодно, им удобно, потому что эти люди пугают людей, что Багас, что Букарский, что как бы определенно, я, кстати говоря, хочу сказать сейчас большое спасибо тем же социалистам, потому что они нас, кстати, поддержали. Вот в этой ситуации они нас поддержали. Да, но теперь не должны выгнать Букарского. Я думаю, что... И побить Додона за то, что тот приблизил Букарского. Я думаю, что у них, они должны тоже посмотреть, что у них внутри происходит. Дело в том, что когда власть, когда люди, которые добираются к власти, прибирают к рукам таких, как Багас, как Букарским, им это очень удобно. Потому что, ну, основная часть людей, конечно, пугливые. Ну, не потому что там они в силу своего характера трусы. У них у всех есть дети, у всех есть, в конце концов, инстинкт самосохранения. И когда выходит кто-то, покрывая там человека матами, говорит, что я там вот тебя найду, я тебя убью. Ну, конечно, люди пугаются. Что потом происходит? Человек парализован страхом. То есть человек не может, он хочет, может быть, сказать, вот вы неправильно поступаете, так не должно быть. Но он думает, я не скажу, мне страшно. Он меня унизит, обзовет. Он, как бы, будет цинично относиться ко мне. И таким образом подавляется, в общем-то, активная часть нашего и электората, и просто людей. Поэтому я думаю, что и социалистам, и депомистам, я не думаю, что они там прям фашисты такие в своем, в общем... Они обычные приспособленцы за деньги. Да, они приспособленцы. Смотрите, кто находится возле вас. Те, кто люди искренние, чистые, те, кто действительно... Те сами не пойдут ни к социалистам, ни к похотникам. Я имею в виду те, кто хотел помочь этим же ветеранам, да, там, неважно, тот, кто за наше нормальное общество, за целостное общество, за нормы, за нравственность, пожалуйста, смотрите, с кем вы находитесь рядом. Смотрите, кому вы сдаете деньги. Все. Я думаю, что на этом мы и закончим. Продолжение следует...